И вот Небензя заявил, что мы не бьем по гражданским объектам, потому что продвигаемся на Украине не так быстро, как многие ждали. Так вы отступаете, Небензя, куда вы продвигаетесь? Это отрицательное продвижение, да? Это, блядь, просто жесть какая-то. Я читаю, иногда у меня челюсть отвисает, куда вы продвигаетесь, Небензя? И стреляете вы по гражданским объектам, херачите по полной прогрессе. Небензя обвинил Киев в создании повода к геноциду из-за Бучи. Блядь, везде, что они там? Что они там несут из-за этой Бучи, блядь? У них там их пучит, блядь, просто. Представляете, ну, там подонки, да, которые составляют большинство российской армии, да, Они, в общем-то, начудили. Начудили так, что не сотрешь. И вместо того, чтобы наказать виновных, да, эти начинают прятать их преступления. Это удивительные ребята. Все равно же это все вскроется. Пишут, что в подмосковных Люберцах на этажах развесили громкоговорители, Включили трансляцию эфира. Радиостанция «Россия». Ну, в таких случаях надо как-то включать, чтобы там шел эфир совсем другой. Вот, «Россияне раскрыли свое отношение к уехавшему из страны соотечественникам». Вот как. Вот общественное мнение, да, да, да. Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что большинство граждан, 63%, Не осуждают тех, кто навсегда переехал за границу. Удивительно, странно, как это 63% не осуждают. Я думал, что они, так же, как и за Путина, 89%. Также опрос показал, что 8% россиян хотели бы уехать жить за границу, А 89% не пожелали покидать свою страну. Особенно сейчас, представляете, когда она так встала с колен, блядь, удачно, блядь, Что воюет, убивает людей и прочее, и прочее. Я думаю, что это полная херня, да, потому что сейчас, я думаю, Тех, кто решил сбежать, гораздо больше, по крайней мере, я вижу по нашей почте, Когда мне каждый день пишут люди, там, помогите, посоветуйте и так далее. Нефтегазовые доходы России в марте упали на сотни миллиардов рублей. Ну, я думаю, что они будут продолжать падать, Потому что даже если цена будет расти на нефть и на газ, То эти деньги все будут расхищаться. Сейчас будут вообще беспощадно все, все до копейки будут воровать. Ну, а какой смысл? Все уже все поняли. С Путиным все ясно. С Россией все ясно. Все вот эти вот лисины, писины и прочее, Еще они будут церемониться, что ли? Тем более на них санкции сейчас возводят. Ну, а не какие-то, хоть деньги украдут, переведут в Китай, еще куда-то. Газпром остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии. Посмотрим, что дальше будет с этим Газпромом. Бастрыкин поручил установить причастность к издевательствам над российскими военными. А, ну это, да, в опубликованных видеозаписях Освобожденные российскими военнослужащие сообщают, Что захвативших украинские националисты Применяли в отношении плениных огнестрельное оружие, Оружие причиняя смертельные ранения, Либо тяжелые травмы, Лишали сна, воды, еды, Систематически избивали. Ну, короче, это пропагандистская такая машина, да, Нашла благодатную почву. Ну, посмотрим, чья пропагандистская машина будет сильнее. Вы же понимаете, что для россиян понятно, Что вот то, что им сейчас сад в уши, Будет работать лучше. А для всего мира будет работать лучше то, Что является правдой. То, чему потом будут доказательства. Поэтому очень сложно сейчас путинцам будет выкрутиться. Очень сложно. Особенно они привыкли в наглую врать и говорят, А что вы нам сделаете? Ну, а сейчас как-то все меняется. В России начались испытания подводной лодки Кронштадт. Посмотрим, чем они закончатся. Кадыров заявил об успешной дешайтонизации Украины. Бля, пиздец, что несет? Это деноцификация, это дешайтонизация. Я так понимаю, что там всех кадыровских перебили. В Госдуме предложили вернуть пятилетнее высшее образование. Вот они выдумывают стрелки часов туда, стрелки сюда. Это вернуть потом. То есть, это отменить, потом вернуть. Это увеличить, потом уменьшить. И в Госдуме предложили отнести исполнение санкций против России к тяжким преступлениям. Ну, видите, сейчас они должны, басты, кем будет возбуждать дела против правительства Франции, президента Франции, против правительства США и президента США, против правительства Великобритании, премьер-министра и так далее. Будет очень интересно, посмотрим, против кого они будут, в отношении кого они будут возбуждать уголовные дела и проводить расследование. Вот, пять баллов. А я думаю, что они могут вполне, там, для ваты это очень нужно. Сейчас мы их там нагнем, нагнете, блядь. В Госдуме захотели продлить майские выходные. Да, блядь, что, прям до Нового года, что, все равно работы нет ни хера никакой. Прям до Нового года, чтобы сидели, блядь. И не отрываясь от телевизора, смотрели на Соловьева, блядь. Пять баллов. В Госдуме оценили вероятность блокировки в Википедии. Ну, это опять сынок Боярского там чудит, блядь. Так. Володин назвал ситуацию в Буче спектаклем для западного зрителя. Володин немножко не понимает, чем это для него лично может закончиться. Да, а закончится тем, что его повесят или на кол посадят. Ну, тут же в зависимости от решения трибунала. То есть, он сейчас там крутого из себя ломает, говорит, это все спектакль и так далее. Сейчас появятся какие-то доказательства, да, очень серьезные. Они уже появились. Сейчас они будут исследованы. Сейчас по поводу этих доказательств будут приняты соответствующие правовые решения, да, в связи с этими доказательствами, да. Ну, и так далее, и так далее. Там всякие трибуналы в Гааге и прочее. Но это Володину не грозит. Какая нахер ему Гаага? Он туда не добежит до Гааги. Володин. И все. И, то есть, таким образом развяжут нам руки. Понимаете? Нам для чего это нужно? Чтобы просто развязали нам руки. Что если мы будем гандошить вот этих козлов, чтобы нам никто не сказал, какие вы, блядь, некультурные люди. Зачем вы таких хороших людей гандошите? Тут нам уж никто ничего не скажет. Так что посмотрим. Володину колы не страшны. Да. Так. Расселять ветхие дома в России решили по-новому. Как взрывать, что ли, вместе с людьми? Как они решили расселять по-новому? Блядь. Новатор им, блядь. Минобороны показал видео пуск крылатых ракет «Калибра» по объектам ВСУ. Да мы знаем эти объекты ВСУ. Эти летят «Калибры» в основном по каким-то администрациям в Николаеве. И там хер знает куда они летят. Навальный подал жалобу на приговор за мошенничество и неуважение к суду. Но это понятно, что это бесполезно. И Алексей выйдет только, когда мы избавим Россию от Путина. Другого выхода нет. В российских школах проведут уроки о пользе санкций. Ну это как какой-то мазохистский вариант. Урок сада мазохизма. Такой же для школьников. Нормально. Россиянин повредил в Костроме символ спецоперации на Украине. МВД сдержал свалившего в Костроме символику Зе и так далее. Хороший город Кострома. Там у нас очень много соратников. И я так понимаю, что в этом городе даже полиция была на нашей стороне. Сейчас я не знаю, как обстоят дела. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok